По данным регионального отделения службы государственной статистики, за 2020 год средняя зарплата в Оренбурге составляла 33 776 рублей. Среди регионов Приволжского федерального округа мы занимали седьмое место. Самые высокие зарплаты в ПФО оказались в Пермском крае, в среднем 40 тысяч, а вот самые низкие в Мордовии 30 тысяч рублей. За последний год в Оренбурге, по данным статистики социологического центра «Общественное мнение», количество тех, кто считает себя бедными, выросло с 39% до 44, то есть почти половины населения Оренбуржья. Если средняя зарплата в Оренбургской области 15 тысяч, то когда на жилищно-коммунальные услуги уходит 5-7 тысяч, то простите, что остается на жизнь. Второе место у нас заняла проблема в Оренбурге создания новых рабочих мест, то есть людей не устраивает зарплата на тех рабочих местах, где они работают. И, наконец, третье место заняла проблема регулирования цен на продукты питания. Самые высокие заработные платы наблюдаются в сфере добычи полезных ископаемых и обрабатывающей промышленности. В среднем порядка 80 тысяч. Работники финансовых организаций получают около 50 тысяч. За последний год выросли показатели в сфере сельского хозяйства. Зарплата выросла с 14-15 тысяч до 21. Федерации просоюзов Оренбуржья считают, что это произошло благодаря поддержке регионального правительства. Меньше всего у нас заработная плата сегодня сложилась по гостиницам, общепитам. В 2019 году по тем же гостиницам общепит статистика показывала почти 20, то сейчас 17 900. По сути, просели почти вся сфера услуг. Это частные различные образовательные организации. В общем, все, что не связано непосредственно с бюджетом. Большинство оренбуржцев не согласны с данными Ростата о среднем заработке в 33 тысячи. 100 тысяч рублей – желаемый доход для 37% оренбуржцев, 50 тысяч – для 38. И лишь 4% оренбуржцев устраивает заработок в 20 тысяч. Горожане рассказали нам и о реальных доходах. До 20 тысяч зарабатывают 38%, до 25 тысяч – 17%, до 33 – 14 и свыше 33 тысяч – 31%. Обалдеть! У нас такого нету. Еще меньше, наверное. Чиновники воруют. Нет, не согласны. Я думаю, что это не так. Если считать каких-нибудь депутатов, их зарплаты и учителей, то, возможно, так и выходит. Позволяет, да. Конечно, выживаемость на эту зарплату, можно сказать, с трудом. Это очень маленькая зарплата, чтобы получать 25-30 тысяч и стоимость продукта, чтобы такое было. Ну, не знаю, официальная работа зарабатывает 12 по 12 тысяч. Да у нас ерунда. 15 тысяч. Вам хватает на жизнь? Конечно, нет. Надо, вот надо. Ну, хотя бы тысяч 40-50. Сколько в Москве? И тогда у нас должна быть чая. Почему Москва, а не Россия? Ну, 50 где-то так тысяч. Желательно. У нас пока в области высокие зарплаты остаются в «Газпроме», в банках, в «Нефтянке». А то, что касается именно сферы услуг, то там низкие зарплаты. Мы понимаем прекрасно, что для того, чтобы повышать зарплаты, необходимо переоснащать наши предприятия. По прогнозам социолога Галины Шишуковой, на 2021 год уровень бедности в регионе может вырасти. Более 70% налогов, которые собираются с граждан, уходят в федеральный центр. Из того, что остается, идет зарплата бюджетникам. Для того, чтобы решить проблемы низких зарплат, необходима поддержка малого и среднего бизнеса. Социолог считает, что помочь смогут программы по поддержке в сферах образования, услуг, здравоохранения и индивидуального предпринимательства. А также привлечение серьезных инвестиций, что позволит расширять количество предприятий и расти региональному бюджету.